Добрый вечер, дорогие друзья! Я, конечно, сегодня немножко волнуют, потому что с большой сцены «Занит Сибирь» я в первый раз выступал в новом «Сибири Жанре», концерте с комментариями, и хоть на лапы Артема Варгавца и Геннадия Рождественского я не смог претендовать, но, с другой стороны, когда-то очень-то одно мой дедушка, юниорский московец Александр Иванович Должанский, но он тоже выступал с этой сцены со словами, поэтому, я надеюсь, мне это поможет. Программа сегодняшнего концерта называется «Сокровенные кезды». Можно было бы ее назвать еще «Особенные кезды». Это необычная программа, она состоит из совершенно особенных произведений, 14 композиторов, а это кезды, которые лучше всего катятся для того, чтобы быть сыграны один на один в тишине со стороны собой, или кому-нибудь одному человеку, одному слушателю. И когда видишь новый, незнакомый инструмент, он хочет ему подойти его по кругу. «Сокровенные кезды». Первое, что было такое – это собрать какой-то из каких-то пьесок. Пьесок, в которых наводиторы ближе всего добрались к выражению самых небраздимых и в то же самое время самополагающих жизни и понятий человеческой жизни, таких как смерть, любовь, тоска по прошлому, счастье, страх, боль. В общем, все то, что состоит в нашей жизни, и поэтому неубежные произведения преимущественно вирические, вирические и романтические. И созрецательные – это же основные свои мать. Не знаю, что они все выделены и печальны, что они все одинаковые. Нет, они очень разнообразны, они это с вами сегодня видом. Но, тем не менее, видом облиняется. Это свойство, это такая глубокая интимная вид, и они относятся всех, которые дающиеся к самым, наверное, лучшим произведениям, написанным из них и названиям. Начать программу звучит «Черек и СПА». Наразное приведение «Падминор» и «Падминор». Их длинные немецкие названия переводятся как «Я Тебе Господь Иисус Христос» и «Приди Спаситель Язычник». Это произведение такой музыки, которую Баб писал, можно сказать, каждую неделю. Потому что она служит в церкви. Здесь были написаны церковные службы. И в них, как бы, то есть небольшие произведения, поражается, может быть, самая его, тоже, сокровенная и очень… Она поражается так, как и весь его музыкальный мир. То есть он просто выполнял свой долг, предварял право этими произведениями. Но это большая философия в музыке. И кроме этого, они изучают хорошо и не полностью умеют. То есть они обладают такие свойства универсальности. Можно сказать, «Наряги», можно сказать «Нариды», можно сказать «Нариды», 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 «Нариды»… Но они вообще не стремятся, они совершенно не теряют ничего. То есть вот абсолютно в реализованном. И так две парады на «Падминор» и «Зониров». АПЛОДИСМЕНТЫ ОАН Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 Шуферт Когда я составлял эту программу, «Шуфер», Renata! Суфорт у меня был самым большим загрунентом, потому что можно было бы всю его составить. Для не «Шуфер» я и сейчас закончил, Он, по-моему, говорит, плодает, поэтому мне самое минимум произведений, которое удалось вставить в программу, на три версии. Потому что Шуберц в каком-то смысле уникальное явление. Это очень молодой человек, который довольно задолго до своей смерти уже знал о том, что он стал жить недолго, и поэтому в его произведениях есть вот этот длинный сплав юношеской наивенности и юной энергии, но и статус, как будто надмирный взгляд, наверное, на всё и прощание. Мир был видос в прощаемой встрече очень задолго до своей смерти, и вот это отделы этого произведения совершенно уникальными, в том плане, что они, примерно, и ранят, и лечат, и даже сложно хорошее в том плане еще с ними скромно. Десятые вещи. Во-первых, скромный мажор – это такая интенсенсия, скорее всего, лучшего Шуберцовского, «Бесконечные леводы» с удивительно разнообразным, в то же время, единобразным комплиментом. Вообще, Шуберц иногда писал так, что комплимент даже интереснее, содержать, чем то, что находится, собственно говоря, в мелодии, и вот эта пьеса, она просто вот удивительно в том плане разнообразная, единобразие. Кроме этого, надо сказать, что увидел следователь Стром, как немного ушиб, через 30 лет после его смерти, еще он был не в той тональности, в субмажоре, потом, пока его привели в порядок, прошло еще 30 лет, так уж, Шуберц не везло, но, в конце концов, мы можем воспринимать в той тональности, в субмажоре, которая редкая, и довольно такая матовая, темная, и тоже она удивительно в этой пьесе, и два музыкальных момента. Первый из них, Фомирон, это очень тоже знаменитые произведения, это как будто юмористическая пьеса, то есть она сочетает жанровую несерьезность с глубокой печати. Это произведение, в основном, тоже уникальное, то есть это как «Смерть сквозь слезы», и что-то в этом видится даже чадровское. Потом многим гумарицам стали писать такие невеселые агректоры, Шестакович тоже писал такие невеселые агректоры. В общем, и гораздо больше, чем можно подумать, когда лишь просто одно построение. И последнее произведение этого музыкального агректора «Магнитарного мажорга», последние шестивых, это вообще невероятная очередь. Там почти нет ног, только какие-то опоровые слухи, и мы можем увидеться, как Шуберц самыми простыми средствами находит подход к нашему сердцу. Он просто меняет все время мажор и мину. И все, больше ничего не нужно, это писать становится совершенно дешевизбирающим. Я когда-то был на концерте очень старого ауру «Павлого исхода», который на пись после концерта Моцерта сыграл этот фронт шуток на любой мажор. Не очень у него уже все получалось, уже пальцы на коминете, но при этом, когда первый раз поменялся «Мажор» на мину, сложилось такое ощущение, как будто солнце уже облака, и стало холодно и темно. Какого-то, в принципе, я не знаю, но это очень не законно у нас в жизни. А в этой письме происходит постоянно. Постоянно бросает тот жарт на холод, и даже отканчивается она непонятно в мажоре или в мину. То есть там в конце, перед самым концертом, последняя гармония все-таки минорная. Зам, последняя минута, просто чистая ля-моль, пустая октавра. И даже, мне кажется, что в зависимости от того, как мы сегодня настроение писали. Утром мы можем воспринимать это и как мажор, и как минор. То есть это открытый финал, который в каком-то смысле заставляет нас тоже крыть с дворцами шуток. И так, вспомнил, и вон, и вон, и вон, и вон, и вон. И так, вспомнил, и вон, 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 и вон. И так, вспомнил, и вон, 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 и вон. И так, вспомнил, и вон, и вон, и вон, и вон, и вон, и вон. И так, вспомнил, и вон, 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 и вон. Вон, и вон, и вон, и вон, и вон. Вон, и вон, и вон, и вон, и вон. 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 Вон, и вон, и вон. 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 Вон. Вон, и вон. Вон, и вон. Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 Субтитры подогнал «Симон» 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 Поэтому я не хочу услышать много ангелий, а сразу вас просто собираю. Падман, убийсть, смерть, смерть. Субтитры подогнал «Симон» 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 И вышла странная история. Получается, что величайший русский композитор проигнорировал величайшего французского поколения. Мы, правда, не знаем, что именно выслал Владимира Туалетова, и, наверняка, это не зрелые вещи. Но, тем не менее, факт это примечательный. Вообще, сирий к русским композиторам сложно приходил. В частности, можно вспомнить цитату из Римского Корсского, который однажды сказал, что не столько его слушать, а то с тобой гляди привыкнешь, а потом чем доброго еще и поймешь. Но, возвращаясь к шагам, я сниму. Тем не менее, это не просто звукоописательная кеза, а все-таки гораздо более широка по своему смыслу. Это такая, естественно, кеза про безмолвие, такое очень отчуждение возможное. Не случайно она часто использовалась в кино, в частности, замечательно, она была применена в фильме, это не без оплаты о покаянии. Самые трагические моменты сюжета. А что касается песни «Дерушка с волосами сватерна», это гораздо более такая прозрачная история. Она занимает творчество DBC. Примерно такое место, как в Кремизе, занимает творчество дисков. То есть, действительно, это новая даже DBC простота. И так, вечером Дерушка с Великой. 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 Два сочинения Морис Равенда Павана на смерть Эльпата и Минлендс из Сибири Горбинс Куперенда Написаны с разностью примерно 25 лет Как следует из названия, тема этих сочинений Павана на смерть Эльпата и Минлендс из Сибири Горбинс Куперенда Это дебютное сочинение Эльпата и Минлендс из Сибири Горбинс Куперенда Скорее всего, просто такая символическая эльпанта С другой стороны, мы, конечно, когда слышим их названия, мы, конечно, представляем себе тех эльпантов Картину с Беласкесом И что-то такое Что касается Горбинс Куперенда, то это все написано сразу после первой мировой войны В меньшей части И каждая из них просвещена память покидшего друга Роэла В частности, Минленд, посвященного другу Жану Горбинсу Т.е. там Валик И, с одной стороны, это типичный, так говоря, Роэлский Просвещенный Минленд А с другой стороны, там, действительно, очень практически средний разгрел Трумный И, пожалуй, по всей этой сути, это самое хроническое место И, по крайней мере, он думает немножко про скучание, про пение про себя В закрытом томе И, в общем-то, совершенно активный, запоминающий слово, по-своему слову Итак, две две стороны Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Дима Тorzok ДимаTorzok ДимаTorzok И чтобыändница Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok Это очень короткая пресса, меньшая минута, но такой проект не открыл свой поезд внести. Он перестал прозваться тогда, он соткал несколько полутонов и совершенно удивительно так все слушался. Что касается периода 74 номер 2, надо особо на ней задержаться, потому что это одна из последних периодов. И сам Скорябин говорил, что она смертью. Но смертью не в смысле второго скоса, а скорее в смысле перехода в какое-то качественное иное лучшее по Скорябину состояние, но он тогда уже сочинял свою мистерию, и в период, по сути, был один из набросов этой мистерии. И вот в «Сатане» вспоминается воспоминание, что Скорябин играл в него гораздо больше, то есть он продевал раз в 10, заходил в таких совершенно удивительных термоний, необычайной красоты, и он много раз слышал у Скорябина такой вариант, а потом Скорябин играл. Она в мутной бумаге на этом сегодня написала все, что у нас осталось в этом маленьком кусочке этой мистерии. Сам Скорябин говорил, что для людей это можно играть двумя способами – либо выразительными, либо совершенно безжизненно и легло. Так что я не могла остановиться на одном варианте, и я попробую себя испытать вперед. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал 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 DimaTorzok ДимаTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 DimaTorzok Аплодисменты 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 Спасибо. Я не хочу злоупотреблять вашим вниманием, потому что таких пьес очень много. И в конце хочу сыграть еще одно самое любимое интервейце Браунса «Ля мажор». Спасибо. 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 Спасибо.